И отсутствие со сколько? Три десятых. Восемь десятых. А если упал, чисто балл снимает. Вот тут можно. Они это же продумывают во время тренировок. И, конечно, имеет прямой смысл продолжать, когда ты часть целой программы не доделал. А когда история со скоки, тут надо все взвесить. Конечно, в финале, наверное, может быть и нет смысла повторять, но в любом случае... Лучше завершить. Стоило бы. А вот Джейд Кэрри здесь показала базовую сложность. 6,2. И вот ловите ее за хвост. За 8,4 она показывает оценку за частоту. В итоге 14,6. Попробуйте догонить. Да-да. Ну, давайте на красотку парижанку. Марин Буае. Кламитос, альбар не может. Ты знаешь, о чем думал, глядя на эту девочку? Она не худосочная, правильно? Такая, но справляется. Вот поворот, кстати, очень неплохо. Первый сделал, а второй... Но второй не так стоил дорого. Здесь, безусловно, красотой своей берет она. И красотой, и выполняет акробатику. Я к тому, что все гоняют вес, гоняют там, почти не тело, сложение тела, а чтение получается. А выходят на ковер, и нечем не толкнуться, не выкрутиться, ничего. Так что вот она показывает как раз довольно упитанная дама. Так можно справляться. Да-да-да-да. Нет, здорово. Ну, не в чемпионках, может быть, ходить, но, во всяком случае, этапы Кубка мира посещать и даже делать себя заметной. Ну, она и в составе сборной Франции. Ну, конечно, конечно. На чемпионате мира. Ну, вот мы ее видели на Брине, она была весьма устойчивая. Сейчас видим на вольных опять неплохая, прям совсем неплохая. Ну, ей, конечно, американку не перешлепать, но с Феррари она может поспорить, наверное. Нет, с Феррари тоже. С Феррари может совершенно спокойно поспорить. И, да, с американкой здесь работали. И ошибок были. Ошибок было много. Ну, вот она с акценткой тренировки. Ну, трудность, конечно.